Здравствуйте! Мы находимся в музее купеческого быта поселка Епифань, в гостиной купеческого дома. И я вам расскажу о играх, в которые играли епифанские купцы. Ну, вернее, об одной из них. Это русские шашки. То интересно, что в Епифане игра в шашки была очень и очень популярна. Из четырнадцати, из восьми, сначала скажу, из восьми человек, участников первого турнира очного по шашкам, было четыре представителя Москвы, один Санкт-Петербург, один Киев и двое Епифань. Во втором турнире 14 человек участвовали, ну, там географический охват был гораздо больше, там и Рига была, и даже Варшава была, но три человека представляли Епифань. То есть вот такие, и как вот рассказывает, вот мы стоим возле Епифанча, это все-таки жилой сектор такой, домовладение, свои дома, так сказать, частный сектор. И, ну, что такое с собой представляет дом? Завалинки, лавочки, скамеечки. И вот рассказывает старожилы, даже в послевоенный период, в 50-е годы и до войны, и то же самое, на этих скамеечках, завалинках люди играли в русские шашки. Эта игра была одной из самых популярных среди Епифанского купечества и мещанства. Вот на столе партия, белые и черные. Вот так вот играли купцы. Играли они всегда на ломберном столике, обычно. И среди епифанцев выделился один человек, который стал одним из лучших шашистов Российской империи конца 19-го, начала 20-го века. Как же это все было? Аркадий Александрович Овудов, епифанский купец, позже мещанин. Интересно, что кроме торговли и шашек, он занимался другими делами. Он был председателем попечительства Никольского собора города Епифани. Ездил, естественно, по торговым делам. Но вот что интересно, что касается шашек. Научил его играть в эту удивительную, одну из лучших русских игр, его дядя, Никифор Синафонтович Овудов. Улица Свободы. Это современное название, а вот первоначально эта улица называлась Средняя. А в 1870-е годы она была переименована в улицу Овудовскую. Почему? Ну, Овудовская, конечно же, по фамилии. По фамилии купцов Овудовых. Которые, можно сказать, в епифанской купечской иерархии занимали второе место после Расторгуева. И вот на этой улице 6-7 домовладений принадлежало именно Овудову. А вот слева от меня стоит современный дом. Именно на этом месте стоял дом известного российского шашиста конца 19-го, начала 20-го века Аркадия Александровича Овудова. Известного с вами победами в чемпионатах России. В возрасте 13-ти лет Аркадию Александровичу уже не было равных епифанией. Он практически обыграл всех своих родственников и других епифанцев. И он часто стал ездить в Москву. В Москву в основном по торговым делам. Где он встречался с корифеями русских шашет. Такими как Воронцов, Каулин. Играл с ними партии неоднократно. Побеждал. Конечно же и проигрывал. Всяко бывало в его жизни. На его, так сказать, шашечном пути. И вот в 1893 году проводится первый турнир среди лучших шашистов России. Правда, участие приняли всего лишь 8 человек. Четверо представляли Москву. Один Санкт-Петербург, один Киев. А двое маленький уездный город Епифань. Кроме Аркадия Александровича в соревнованиях принял участие его родственник Иван Овудов. На этом турнире Аркадий Александрович занял четвертое место. Затем были турниры по переписке. Очень интересно, что это такое. Я думаю, что это интересно будет вам узнать. Когда в одном уголке страны, скажем, Епифани, шашист пишет письмо. Ну, скажем, поближе в Москву, где пишет ход. Проходит определенное время, тот ему отвечает. И вот, представляете, сколько длилось каждая из таких партий. И вот в первом турнире 1894 года победителем такого турнира становится Аркадий Александрович Овудов. Потом был второй турнир по игре за доской. В нем приняли участие 14 человек, трое представляли Епифань. Кроме двоих Овудовых еще сражался на черно-белых шашечных полях Епифанец-Кузнецов. В этом турнире Аркадий Александрович поделил второе и третье место с одним из сильнейших шашистов в Шошином из Риги. Ну, а в 96-м по 98-й год проводился крупный турнир лучших сил России по переписке. В котором приняли участие около 80 человек. А географический был охват с запада от Варшавы, а почта тогда входила в состав российского государства, и до Дальнего Востока. И вот этот турнир продолжался практически три года. И его победителем стал Аркадий Александрович Овудов, наш земляк, Епифанец. Таким образом, я повторю еще раз эти слова, что Аркадий Александрович Овудов являлся одним из лучших шашистов дореволюционной России. Овудов до конца своих дней жил в Епифане. Умер в 1913 году. В газете Нива сообщалось, что 8 октября 1812 года в городе Епифане ушел из жизни один из лучших шашистов России, который побеждал на шашечных полях как за доской, по игре за доской, так и по переписке Аркадий Александрович Овудов. Здесь он и похоронен на Епифанском кладбище. К сожалению, место не установлено, где именно находится его прах. И еще очень интересный момент можно провести. В одном из первых изданий газеты Куликово поле, это еще где-то 80-е годы, статья об Овудове была, и сопровождалась она рисунком, рисованным портретом Овудова. Фотографических портретов не было. И вот турниры памяти Овудова, организаторами которых был Михаил Иванович Романов и потомок Овудовых Перфилиев Георгий Александрович, они установили переписку с жителем Америки, который эмигрировал в Америку. И вот, познакомившись с книгой Романова «200 партий», он написал письмо, в котором сообщил, что у них в Америке есть портрет, фотографический портрет Аркадия Александровича Овудова. И прислал его. И вот с тех пор все статьи сопровождаются фотографическим изображением Аркадия Александровича благодаря представителям Соединенных Штатов Америки. На что нужно сказать, что многие годы, точнее, начиная с 92-го года, начали проводиться турниры памяти Аркадия Александровича Овудова. Первые пять турниров были по переписке. Проходили они в городе Узловая. Именно они стали инициаторами. Михаил Иванович, перворазрядник по шашкам Романов и дальний родственник Овудовых Йоргий Александрович Перфилиев были в самом начальной стадии, когда начали проводиться эти турниры. А с 2001 года стали проводиться турниры уже по игре за доской. И, как правило, один день или два играли в Узловой, и один обязательно на родине знаменитого шашиста в Епифане. В 2004 году прошел турнир, на который собралось 20 человек. Из них было 7 международных ростмейстеров, 5 в разные годы были чемпионами мира. И вот в Узловой два дня и два дня в Епифане по швейцарской системе они играли. К сожалению, среди взрослых подобные турниры прекратили свое существование. А вот уже третий год подряд такие турниры проводятся среди школьников. Наш музей совместно с Федерацией шашек Тульской области проводит такие соревнования. Ну, а чтобы более подробно узнать о Обоводове и вообще о жизни Епифанского купечества, приезжайте, приходите в Музей купеческого быта в поселок Епифань. Спасибо за внимание.